Вклад малого и среднего бизнеса в формирование такого базового экономического показателя, как внутренний валовый продукт, в развитых странах мира достигает местами 63%. Это и отличает развитые страны от неразвитых. У нас же этот показатель едва достигает 30%. Это только по данным официальной статистики, объективно в районе 20%. Так вот, развиваться МСБ во многом и мешает так называемый административный ресурс. Это если говорить очень и очень мягко. Хотя президент на неделе откровенно говорил и о коррупции, и о крышевании, и о рейдерстве, другими словами, захвате бизнеса чиновниками, и о том, что предприниматели по воле местных властей не могут участвовать в тендерах. А еще президент говорил о надуманных уголовных делах, которые правоохранительные органы возбуждают на бизнесменов, чтобы вымогать с них деньги. Многим не помогают даже суды. Поэтому глава государства и заявил о необходимости срочной реформы судебной системы. И во многом ситуацию исправят те поправки в Конституцию, за которые население сможет проголосовать 5 июня. Так вот, предприниматели, которые испытывают на себе давление, этих поправок ждут очень сильно. Анна Абрамова продолжит. День, с которого началась история уголовного преследования Олега Булаха, он помнит, как вчера. В апреле прошлого года к нему в СТО за услугой по ремонту холодильной установки обратился клиент. Такая работа для сотрудников его автомастерской – дело обычное. Все началось с простых формальностей. Подлежащие ремонту оборудование осмотрели, оценили, назначили день ремонта. Задачи справились, о чем клиенту сообщили по телефону. Но платить за проделанную работу тот наотрез отказался. Да и при личной встрече найти компромисс не удалось. Мы не стали ругаться, вызвали сотрудников полиции. Когда приехали сотрудники полиции, то есть мы рассказали, дали объяснительную. Сотрудник полиции согласился с нами, что это гражданско-правовые отношения. Мы также были с этим согласны. И изложили, что согласно 338-й статье, сейчас пункт уже не помню, по-моему, третий, мы имеем право удерживать транспортное средство до момента разрешения. Впрочем, обратившийся в СТО с этим не согласился. Согласился, вступил в контакт с полицейским. В результате, считает предприниматель, они вступили в сговор и потребовали вернуть автомобиль без оплаты ремонтной работы. Я возразил ему, я согласен вернуть машину, но пусть клиент нам вернет сумму. Он же не согласен с нашей работой. А потом пусть оспаривает, и если суд назначит то или иное, то мы возвратим эту сумму. Однако они категорически от этого отказались. Я тоже отказался отдавать машину. Тогда они пригрозили мне, что возбудят уголовное дело и меня арестуют. Тут все и закрутилось. Начались разъезды по отделениям, произошло принудительное изъятие автомобиля, на который, как выяснилось позже, у обратившегося в сервис не было даже документов. В итоге тот, кто вызвал полицию для того, чтобы защитить свои права, сам попал под удар. На меня было заведено уголовное дело по статье самоуправства. Хотя непонятно, о каком речь идет самоуправство. Самое интересное того, что человека признали потерпевшим, того человека, он выставил тут же сумму нам, полтора миллиона. За что, вообще непонятно. Непонятных моментов в этом деле немало. Представители правоохранительных органов, по словам работника СТО, и к оформлению документов относились халатно, и его доводы с доказательствами во внимание не принимали. Вместо этого защищали человека, на руках которого не было даже подтверждающих документов, о праве на автомобиль, который к тому же еще и стоял на российском учете. Долгими хождениями по инстанциям Олег Булах закрытие уголовного дела добился. Впрочем, на этом решил не останавливаться, потому как считает, что... Это рейдерство. Просто забрали машину, вывели ее из-под удара, как говорится, и не платят денег, увели ее счастливые. Человек ездит, зарабатывает деньги, а мы остались дурачка. И, похоже, это не единственный случай, когда таким образом обманывают предприниматели. Причем молва о подобного рода делах в отношении бизнесменов дошла уже до самых высоких кабинетов. Это дошло уже до президента. Он выступил дословно, что это творится повсеместно. То есть полиция, стряпая дела, отжимает потом финансовые средства, пугая тем же уголовным наказанием, теми же действиями прессуальными. И человек готов отдавать эти деньги и плюет на все остальное, как бы он не разбирается. И это как бы, это ненормально. Но обращать внимание на такие дела только после того, как о них узнает первое лицо государства, это ненормальная практика. С этим согласны многие, но далеко не все готовы об этом говорить открыто, так как не побоялся сказать наш герой. Как, впрочем, не боится и добиваться наказания тех, кто пытался обвести его вокруг пальца. Сейчас Олег Булах работает над этим со своим адвокатом. И не скрывает, что если не найдет правды, то будет вынужден обратиться за помощью к уполномочному по правам человека после того, как в Конституцию внесут соответствующие поправки. У нас в республике собирается расширить орган по правам человека. И вот единственная надежда, наверное, что все-таки, если полномочия будут переданы ему, и наши все, я, наверное, не побоюсь даже этого слова, коррумпированные правоохранительные органы, все-таки немножко у них появится страх за невыполнение законодательства и за такое отношение к своим гражданам. В моем случае, наверное, это будет весомая помощь. И не только в моем случае, наверное, многим людям весомая помощь будет. Стоит объяснить, что обратиться к омбудсмену Олег мог бы и сейчас, потому как орган этот существует и функционирует. Только вот поправки, которые вынесены на референдум, усилят его статус и расширят полномочия. А значит, повысят его влиятельность. Причем для этого основной закон страны дополнят новой статьей. Само закрепление статуса на таком высоком уровне, на конституционном уровне, уже говорит о том, что его не только сам по себе правовое положение, но и компетенция, судя по всему, будет довольно большой, широкой. Права у него будет больше. На самом деле это так. И, естественно, расширится штат, уполномоченный по правам человека. Сейчас он очень маленький. Соответственно, все логически ложится в ту плоскость, что права человека будут через посредством уполномоченного по правам человека защищены более широко, на более, скажем так, глубоком уровне. Кроме того, уполномоченный по правам человека сможет обращаться в Конституционный суд, который будет возрожден при том же условии принятия поправок, вынесенных на референдум. А Конституционный суд – это именно тот орган, который будет заниматься защитой человека по конкретным именно вот этим законодательным актам, которые своим вообще принятием могут, возможно, нарушать права человека. И поэтому человек сможет напрямую обращаться в Конституционный суд и оспаривать. Впрочем, обращаться в Конституционный суд смогут и непосредственно сами граждане. Пока же поправки не приняты и в государстве работает не Конституционный суд, а Совет. Обратиться в этот орган может только определенный круг лиц. То есть сейчас гражданину для разрешения на его взгляд несправедливости необходимо просить об этом президента, спикеров Сената или Мажелиса. А это, очевидно, дело очень нелегкое и затяжное. Количество и качество обращений в Конституционный совет как раз говорят о том, что это происходит очень редко. Их немного таких обращений. После 5 июня этот человек сможет сделать это сам. На самом деле поводов, особенно связанных с социальной жизнью нашего общества, очень много. Когда люди такие вопросы ставят и говорят, что они считают, что что-то неконституционное. Возможно, они часто ошибаются. Ничего страшного в этом нет. Но в определенных случаях они правы. Почему? Потому что я предполагаю, что будет и много обращений, и, возможно, будет очень много удовлетворенных обращений. Возможно, именно таким удовлетворенным обращением станет запрос Олега Булаха, если не найдя справедливости в других инстанциях, ему придется обратиться в высший судебный орган государства, Конституционный суд. Или же, если запрос этот оформит уполномоченный по правам человека. Каким бы путем он ни пошел, защитив свои права, он создаст прецедент, который сработает на защиту не только его одного, но и многих граждан, которые сталкивались с такой несправедливостью раньше. Анна Абрамова, Акбопета Нерберген, Тайр Мерикенов, Серик Конырбаев, Житыкун.